Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1Х Ставка. Правила фулл контакт с лоу-киком. Слушаем мои команды. Удачи. Будь лаком. Итак, правила фулл контакт с лоу-киком. Весовая категория до 81 килограмма. Владимир Тюрин и Синан Чегала. Готовы начинать. И вот так начинает Владимир. Хорошо по животу, но там низковато, правда, было, мне кажется, в пояс примерно. И опять по туловищу. Да, и опять там в апперкот выбросил Тюрин. Сейчас достаточно жестко он работает. Но он всегда так работает. Он и в ММА так дерался. Всегда. То есть от ножа только вперед. Либо сам уронит. Либо упадет. Да, либо как получится. Сразу начинает активно пристреливать по печени Владимир. И еще раз туда же заставляет прижимать своего соперника локти к корпусу. Ну вот, кстати, мы говорим про поражение нокаутом. Так их у Владимира Тюрина нет. Он, если и проигрывал, то уступал по очкам, либо сабмишинам. Если мы говорим про ММА. В тимбоксинге, конечно, тоже очень приличная карьера. Но, правда, она была довольно давно. Да, там 2002-2003 годы. Хоккейк, но не зашел. И сейчас достаточно неплохо Чигала ответил. Да, видно, что, конечно, Чигала, он удары Владимира Тюрина чувствует не на шутку. Да, и сразу, опять же, это силовая манера ведения боя от Владимира. Это, конечно, хорошо. Но насколько его хватит. Но здесь-то он особо не торопится. То есть он подходит к сопернику эпизодически без ударов. И вот когда он уже здесь оказывается рядом на своей дистанции, тогда начинает выбрасывать. По туловищу. Хорошо. Турок молодец. Тут же нога летит в голову. Руки на месте у Владимира. Сдваивает слева. Правый снизу. Перекрывается. Чигала. Низковато. Вот левой рукой низковато пробивает, конечно, Владимир. Но благо, что Синан не жалуется. А вот сейчас пожаловался. На удар в затылок. Затылок, видимо, чувствительный. Да. И сам Чигала старается атаковать по корпусу в область печени. Левый сбоку доводит до цели. Довольно неплох был. И вот еще раз, да. Вот этот левый боковой у него эпизодически достаточно точен. И правый попал. Да, кость-кость просто идет этот бой. Постоянно Владимир поджимает, поддавливает. Опять же, согласно своей привычной ему стратегии. Правый снизу. В принципе, Чигала достаточно неплохо перекрыт. И абсолютно без паники он выдерживает. И ваша девочка, беленька. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо над головой пустил ее Владимир Тюрин. Хорошо здесь по корпусу ногой попадает Владимир. И включаются опять в апперкоты. Ну и в свою очередь турецкий боксер тоже пытается работать в жесткой манере. Попадает. Молодец. Синан Чигал. Да. Легких ударов нету вообще. Да, это был удар коленом. А такие здесь запрещены. Это не К1. По корпусу ногой неплохо. Лоу-кик плотный в исполнении Владимира. И левый сбоку попадает. Чигала. Да, в таком размеи... Ну он тоже, да, решил просто порубиться. Понимая, что, наверное, перебоксировать не получится. Но опять же, на такой бой нужны силы. Нужно много энергии. Нужно много калорий. Если парни готовы к такому, так чего же нет. Но только за. Хороший боковой. Сразу апперкот от Тюрина. И ногой в голову. Но там все-таки руки на месте, тем не менее. У Чигалы полраунда позади. А парни уже порядком намахались. Похоже, бэкфист. Опять запрещенный. Да, здесь такое делать нельзя. Но они разменялись запрещенными ударами. Поэтому все в порядке. Сила привычки. Это страшная, Симон, дорогие друзья. Когда ты изо дня в день из боя в бой делаешь определенные вещи, то потом в одночасье от них очень сложно отказаться. Уже просто на боковые переключился Синан. Понял, что прямые не проходят. Удары снизу тяжело выбрасывать, а боковые вроде более-менее срабатывают. Разбил нос сопернику Владимир. Теперь Чигали будет еще сложнее дышать. И вот такой удар наносит Владимир. В падение через разворот. И вот так даже. Скик так называемый рубящий удар сверху. Да, но там растяжки явно не доставало Владимиру, конечно. Но, по крайней мере, старается демонстрировать красивые и сложные элементы. Владимир Тюрин попадание опять в бандаж было. Этот не очень сложный элемент. И не очень разрешенный. Восстановился. Есть опять попадание с обеих сторон. Такой мощный боковой справа и снизу в очередной раз. Хорошая вот эта серия. Этими связками регулярно Тюрин. Чего соперника заставляет останавливаться. Нога-то зашла, по-моему, даже через перчатку. Болтает сейчас и с разворота убирает голову Чигала. Ох, как тяжело Турку. И торнадо в конце рауна. Генеральный партнер турнира букмекерской компании 1Х Ставка предлагает лучшие коэффициенты на спортивные события. Делайте ставки осознанно. Официальный партнер AMC FIGHT NIGHT. Горилла Энерджи. Функциональный энергетический напиток с мощным стимулирующим эффектом для активных и амбициозных людей. Горилла Энерджи. Сила для твоего главного боя. Фитро. Протеиновые батоночки. Фитро. Отличное решение для здорового перекуса. Фитро. Выбор номер один среди чемпионов. О том, что сейчас происходит на поле, в газетах напишут. Только завтра. Их включился, конечно, Владимир Тюрин. Там достаточно активно и агрессивно свои вот эти атаки. Но порадовал нас в конце как раз вертушками. Ставка. Все равно их ракурсов нам показывают. Ретерант. Ну и торнадо в конце. В падении причем. Поехали. Смотрим. И опять-таки абсолютно бескомпромиссное начало и продолжение в исполнении Владимира. Но Чигала. Пробил апперкот опять в очередной раз. Старается соответствовать. Хотя в предыдущем раунде нахватал он очень много. Его даже закачало. Таким мощь удара Владимира насказывается. При этом все остальные удары Чигала выдерживают, в общем, довольно неплохо. А вот эти апперкоты беспокоят его наибольшим. Ну, такое ощущение, что именно их он и не увидит. Да. Есть такое ощущение. Здесь уже щит выставляет. И по печени хорошо попадает. И рукой, и ногой Владимир. Вот слышали мы кричат. Владимир уже только руки. Ногами уже не пробивать. Ну, энергозатратные удары, конечно же. Ногами, да. Особенно высокие удары ногами. Тем более с разворотов, падения. На это нужно еще больше сил. Ух, попал. Еще раз туда по животу. Старается отвечать Чигала. Но видно, что сила покидает его гораздо стремительнее, чем нашего парня. Но при этом Чигала все равно, мы видим, отстреливается. Очень опасно пробивает. И даже попадает. Еще раз с разворота, да. Но похоже, что Владимир не остановить просто. Его стремление демонстрировать сложную, красивую технику. Ну, как получается, конечно. Конечно, попал левый сбоку Чигала. Хорошо выходил, да. В защите на воде с Владимир. И еще раз такой разворот, но мимо. Да, каната куда-то зарядил. Владимир снижается, снижается тембой. Еще одна вертушка. Что такое? Локоть был? Я не увидел, кстати. Но хочется верить, что с нашего ракурса было бы с этим не разглядеть на сон. Ну, вот сейчас Владимир навесит ему по всем правилам. 20 секунд. Ну, молодцы. В любом случае, показали очень хорошую готовность. Показали отличный держак. Да, сколько было выброшено и доведено до цели с обеих сторон. Особенно со стороны Владимира. И хоть бы что. Никто не упал. Да. Гнулся, конечно, сенант Чигала, но не ломался. При этом и... Дорубились они до финального конца. Аплодисменты бойца! Для награждения добро пожаловать генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Николай Штаханов. И первый заместитель генерального секретаря Федерации кикбоксинга России Андрей Котов. Генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Николай Штаханов. И так, дамы и господа, прежде чем будет оглашен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Your applause for both fighters! И так, по окончании трех раунда боя, единогласным решением судей победа одержал! After the end of action, your winner, by unanimous decision, Владимир Трафасер! Да, по этому бою как раз вполне себе закономерный результат. Владимир Турин одерживает победу и... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok